Всем привет! В этом видео я расскажу вам о фильме «Погребенный заживо». Пол Конрой просыпается в деревянном гробу. Вокруг кромешная тьма, но он находит у себя в кармане зажигалку, поэтому может разглядеть, где находится. Он громко кричит и зовет на помощь, но вряд ли кто-то услышит его мольбы, ведь он закопан под землей. Пол понимает, что кислород в гробу скоро закончится, поэтому надо срочно что-то делать. Неожиданно рядом вибрирует мобильный телефон. Он берет его в руки, но там все по-арабски и ничего не понятно. Парень набирает 911 и просит о помощи. Из разговора мы узнаем, что Пол – американец, который работал в Ираке обычным водителем грузовика. Он всего лишь гражданский служащий. И последнее, что он помнит до того, как попал в гроб, как на его группу напали. Всю его колонну перестреляли, а он потерял сознание и очнулся в гробу. Оператор на другом конце провода хладнокровно говорит, что ничем не может помочь. Ведь служба, куда обратился Пол, находится в американском штате Огайо. Девушка предлагает парню позвонить в полицейское управление. Пол просто в отчаянии. Он бросает трубку и понимает, что телефон скоро может разрядиться. Мужчина звонит своей жене и оставляет сообщение на автоответчике. Он просит супругу связаться с Национальной гвардией или с Пентагоном. А тем временем кислорода в гробу становится все меньше. Пол на какое-то время выключает зажигалку, чтобы беречь воздух. А потом он пытается дозвониться в ФБР. Опять рассказывает всю свою историю. Он помнит, как его колонна везла мебель в центр помощи. Потом в них начали стрелять. Один из грузовиков взлетел в воздух. От этой жуткой истории идут мурашки по коже. Но мужчина на другом конце провода ведет себя хладнокровно и вовсе не горит желанием помогать ему. Пол выходит из себя, начинает кричать. А мужчина лишь спрашивает его номер социального страхования. В самом важном моменте связь неожиданно пропадает. Пол звонит в компанию, куда устраивался работать шофером. Его связывают с директором по персоналу. Отвечает автоответчик. Парень пытается оставить сообщение, но связь опять обрывается. У Пола случается настоящая истерика от безысходности. Он бьет руками и ногами по деревяшкам, но скоро успокаивается и снова берет трубку. На этот раз с ним говорит бандит, который его сюда закопал. На ломаном английском. И ракет требует 5 миллионов долларов за освобождение из гроба. Пол просто в ужасе. Откуда у него такие деньги? Он пытается объяснить, что вовсе не солдат, а всего лишь гражданский служащий и был безоружен. Но бандит не преклонен, требует деньги к 9 вечера и бросает трубку. Пол звонит своей знакомой и просит ее найти номер госдепартамента. Он говорит, что в заложниках, но та ему не верит. И цинично говорит общаться повежливей. Пол просто в ярости и уже требует выполнить его просьбу. А женщина бросает трубку. Пол перезванивает ей и на этот раз вежливо просит дать ему номер. Он говорит, что это вопрос жизни и смерти. Но женщина не верит и насмехается. Но в итоге все же дает номер. Пол звонит в госдепартамент и в очередной раз рассказывает о своей ситуации. Женщина на проводе уже в курсе, кто он такой и обещает помочь. Она дает ему номер некого Дэна Бреннера, руководителя по освобождению заложников в Ираке. Пол звонит по указанному номеру. Отвечает Дэн и говорит, что они уже работают над тем, чтобы ему помочь. В этот момент снова звонит похититель. Пол пытается объяснить, что за него никто не даст денег. Он приехал в Ирак просто работать, чтобы прокормить семью. Но бандит не преклонен и напоминает, что времени осталось совсем немного. Похититель говорит ему снять видео. Для этого Полу нужно взять записку, которая находится у ног, и прочитать текст на камеру. Бандит снижает сумму выкупа и теперь просит уже не пять, а всего один миллион долларов. Но Полу от этого ничуть не легче, ведь таких денег за него тоже никто не даст. Пол снова созванивается с Дэном Бреннером. Тот просит его не записывать никаких видео, чтобы инцидент не попал в прессу и никто об этом всем не узнал. Пол приходит в ярость. Если бы он был важным сотрудником, например, генералом, то его бы уже, наверное, давно нашли. Но он никто, поэтому его не собираются искать. Мужчина на другом конце провода его успокаивает и говорит, что все совсем не так. По его словам, Пола похитили люди, доведенные до отчаяния, которые просто хотят заработать. Подобные похищения происходили уже не раз. Пол спрашивает, удалось ли кого-то спасти и просит назвать имя хотя бы одного спасенного человека. Мужчина называет имя Марк Уайт, молодой студент-медик, который приехал помогать в местный госпиталь. Три недели назад его захватили бандиты, но теперь он дома и вернулся к учебе. Дэн говорит, что номер, с которого звонит Пол, уже пробили, а за ним выехал отряд захвата. Он просит беречь кислород, принять успокоительное и держать себя в руках. Полу ничего не остается, как поверить этим обещаниям и следовать инструкциям. Затем опять звонит бандит и требует записать видео. У Пола случается паническая атака, но он успокаивается и принимает таблетки. Пол звонит в дом престарелых своей матери, но женщина явно не в себе и совсем его не узнает. У нее старческая деменция. Пол спрашивает, как у нее дела и полагает, что они разговаривают в последний раз. Говорит, что очень любит ее, но старуха ничего не понимает. Пол вешает трубку и плачет от отчаяния. К нему на телефон приходит сообщение. На фото девушка с хляпом во рту. Когда-то они с Полом вместе работали. Парень умоляет не трогать ее. Бандит же просит сделать видео. Пол обещает, что все выполнит. Он записывает видео на телефон, рассказывает, кто он такой и что за него требует выкуп. А если это не будет исполнено, то его оставят умирать в этом же гробу. Скоро у него случается новая неприятность. В гроб заползает змея. Пол до ужаса напуган и старается не шевелиться. Он решает расправиться с ней. Выливает спиртное из фляжки и устраивает поджог. Змея выползает из гроба в щель между деревяшками. Пол заделывает пробоину, чтобы тварь не вернулась. И с трудом тушит разгоревшийся огонь. В это время звонит телефон, но он так и не успевает взять трубку. Пол затихает и слышит снаружи какие-то песнопения. А потом копается в настройках телефона, меняет язык и находит свой номер. Он звонит жене и оставляет сообщение на автоответчике. Просит ее срочно связаться с ним. Скоро ему на телефон приходит новое видео. Бандиты убивают выстрелом в голову его коллегу. Пол приходит в отчаяние и понимает, что всем на них наплевать. А все обещания спасти его – сплошной обман. Он снова созванивается с Дэном Бреннером. Тот недовольно сообщает, что видео с его участием набрало уже 40 тысяч просмотров на ютубе. Его показали по всем телеканалам. Но несмотря на гнев, мужчина все еще обещает помочь. Во время разговора неожиданно где-то на поверхности происходит взрыв. На крышке гроба появляется трещина. И теперь на Пола сыпется песок. Он пытается залатать дыру, а в это время отвечает на очередной звонок. Это директор по персоналу компании, в которую он устроился на работу. Холодным циничным голосом мужчина сообщает, что Пола уволили с задним числом из-за того, что у него якобы была интрижка с другой сотрудницей. Той самой, которую недавно застрелили. Пол говорит, что они были лишь друзьями. Но директор настаивает, что раз теперь Пол не является их работником, то они не несут за него никакой ответственности. Это значит еще и то, что семья Пола теперь не получит никаких страховых выплат после его смерти. Пол умоляет не делать этого, но директора ничего не волнует. Он хладнокровно говорит, что ему жаль, и бросает трубку. Пол пытается еще до кого-то дозвониться. Но неожиданно в деревянный гроб снова начинает сыпаться песок. Пол опять созванивается с Дэном, руководителем отдела по освобождению заложников. Пол понимает, что больше никто не сможет ему помочь. И это конец. Он записывает новое видеообращение. На этот раз завещание. Своей жене он оставляет 700 долларов и депозит. Сыну свою одежду. Видимо, это последнее, что у него есть. Ведь он так беден. Пол просит мальчика вести себя хорошо и не бросать маму. Полу снова звонит похититель и требует деньги. Тот просит записать новое видео и показать кровь. Теперь бандит грозит убить его жену и сына. Ведь он узнал, где они живут. Пол записывает видео и отправляет похитителям. В это время песок продолжает сыпаться внутрь. Пол ждет своего конца. Неожиданно ему звонит жена. Она умоляет его вернуться домой и признается в любви. Но Полу приходится прощаться. Ведь песка в гробу все больше, а воздуха все меньше. Вдруг ему звонит Дэн и обещает скоро освободить. По его словам, группа уже близко. Один из осведомителей сообщил, где находятся заживо погребенные американцы. Пол слышит по телефону, как где-то и правда начинают раскапывать могилу. Он до последнего момента надеется на чудо, что его спасут. Но чудо не происходит. Оказывается, что группа спасения откапывает не его, а ящик с телом того самого Марка Уайта, которого якобы вытащили три недели назад. Пол понимает, что Дэн ошибся. И теперь ему точно не спастись от смерти. Он принимает свою судьбу. Гроб полностью наполняется песком. Пол задыхается, а свет гаснет. А на этом у меня все. Поддержите видео лайком и конечно подписывайтесь на канал.